Сегодня программу мы начнем с персонажей, которых сложно назвать людьми, ведь в их поступках нет ничего человечного. Извести об извращенцах, которые не считаются с тем, кто их жертвы, всегда шокируют. На фоне сообщения о новом минском педофиле, о котором мы говорили на этой неделе, правоохранители раскрыли подробности еще одного нападения на школьниц. Ужасная по своему сценарию история произошла некоторое время назад в одном из районов столицы. 42-летний мужчина с ножом напал на двоих девочек, которые возвращались с учебы. Изверг угрозами заставил школьниц зайти в лес и уже там надругался над ними. Одной удалось вырваться, она и сообщила родителям о случившемся. Жертвам маньяка не более 13 лет, они были настолько напуганы, что разговаривать их смогли только психологи. Одна была абсолютно без одежды, потому что убегала первая, вторая уже в одежде убегала. То есть она успела одеться? Успела одеться, да. Успела одеться вторая. Он не отпустил? Да. Да. И сам убежал, и девочка одновременно убежала. Со слов школьниц был составлен фоторобот. Оперативников поразил портрет, который описали девочки. Дядя, который напал, он был похож на бульдога. Сразу же стали проверяться милицейские базы педофилов. В это время следователи уже работали на месте случившегося, что называется по горячим следам. Подозреваемого в нападении на школьниц задержали всего через несколько часов. То, что на его порог явились люди в форме, мужчина не ожидал. Сразу признаваться ни в чем не хотел, говорил, мол, с друзьями дома был, выпивал. Однако полиграф в это алиби не поверил. Извращенец сознался. За свои 42 года он полжизни провел в тюрьме. Две прошлые судимости за такое же звериное наслаждение, изнасилование. Первое сексуальное преступление он совершил в 94-м году. Уже в 2004-м его жертвами стали две девочки, 15 и 16 лет. На них он напал в лифте. Этой осенью зверь снова поохотился. Родители школьниц надеются, что в следующий раз, через 10 лет, он уже не сможет сделать чего-либо подобного.